Человечеству надо приложить усилия, чтобы никаких блоков противостояния в мире военных не было. Особенно блока российского с русизмом и противостояния. Нужен только один блок. НАТО есть, и его надо наращивать. И пусть ходят в один блок военный для защиты интересов всех народов земного шара. И чем слабее, тем больше должна быть защита. Тогда будет покой и мир на земле. И нечего Руси в таком виде делать в Совете Безопасности постоянным членам. Пора его выбрасывать оттуда. И вообще в ООН нечего делать. Нечего делать. Конечно, надеемся на мир. Ведь мы надеемся, почему? Не потому что с жалостью и смилостиваться над чеченцами и прочее. А потому что человечество должно себя защитить от русизма. Чтобы пример Грузии был сигналом для Чечни. И я бы сказал, для всего Кавказа. Потому что здесь есть представители других народностей, народов Кавказа. И те методы, которые они в Грузии применяли, здесь не должны пройти. Не должны пройти. Будьте бдительны и цените своего президента. Я вам советую. Потому что враг настолько силен, что он может очень неожиданные вещи сделать. Очень неожиданными методами изменить обстановку. Поэтому вы все должны, вы все должны отвечать за это. Все. И все должны, так сказать, стоять на страже вашего государства, вашей революции и вашего президента. Есть ли на сегодняшний день угроза военного вторжения со стороны Советского Союза в Грузию? Особенно после провозглашения независимости и президентских выборов. Безусловно, сегодня я получил письмо от генерала Моисеева, начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР, которым он угрожает мне, что если мы не подпишем драфт нового союзного договора, то против нас могут быть применены различные меры, включая военные. Это серьезная угроза для Грузии. Это, я думаю, серьезная угроза для Георгии. А это кто? Это кто? Окупировать, это значит занять. Окупантом я себя не считаю, и советскую армию тоже. Огромная опасность для Кавказа существует, и он выражает это прямо. И, между прочим, и до этого были разговоры, что Кавказ очень важен, и Грузия очень важна с его политической точки зрения, и Россия не должна ее терять. То есть они забывают, что демократическая Россия не является имперской Россией. Они путают это. И выходит, что демократическая Россия также порабощает Кавказ, и также расчленяет Кавказ, как это делала царская империя. Целенаправленно все извращается, фальсифицируется, и это все преследует какие-то очень далеко идущие цели. Как только Грузию начали признавать западные страны, это было от 10 до 20 декабря прошлого года. Сразу же вот перешли в наступление эти силы и начали войну. То есть признание Грузии было прямо связано, можно сказать, что было главной причиной того, что началась эта война. Потому что вот этой войной хотели провалить этот процесс и показать миру, что вот в Грузии анархия, война, и нельзя ее признавать. Понимаете? Потому что имперские силы это замыслили, имели этот план. Так что вот надо быть очень осторожными, не допустить никакой дестабилизации. Мне сообщили об этом и потребовали срочно явиться на подписание документа. И когда я это не сделал, против меня двинули армии. Вот избрал Зиады Гамсахордию своим президентом. Что в этом недемократично? Беседуя с журналисткой из газеты МОНД, она говорит, я была в это время в Грузии, а я спрашиваю, что вы заметили недемократичного? Там народ ликовал. Все на ура. А я ей говорю, уважаемая, если 300 лет народ впервые обрел право избрать своего президента и тем самым выразил свою волю, так что ж тут, чему мне ликовать? Если впервые Грузия приняла свою конституцию, и народ ликует, и народ бы ликовал, если бы даже там избрали и Китавани, и Сигуа, и любого из них в этой ситуации. Разве в этом можно обвинить? Значит, в диктаторстве. Тем более, еще не успел человек трех дней править. Люди радовались выбору, а он уже на этой почве объявлен диктатором. Такой подход, наверное, неправомерен. Я с таким подходом не согласен. Вы расцениваете предложение временного правительства Грузии по приглашению Шевернадзе? Это неудивительно, что военная хунта приглашает Шевернадзе, поскольку Шевернадзе, можно сказать, является главарем этой военной хунты, и он стоит за тем правопролитием, и за теми событиями, трагическими событиями, которые произошли в Грузии. И не случайно, что самый отъявленный преступник, участник этой военной хунты, известный, так называемый, вор в законе Ессельяне, приглашает его лично. Хунта заявляет, прямо не скрывая, что ее снабжает оружием закалкасский военный округ, который подчинен лично президенту Ельцини. Хунта заявляет, что закалкасский военный округ поставляет им оружие по приказу, непосредственному указанию президента Ельцина. Я обратился к нему с вопросом, если это правда, господин президент, почему вы поддерживаете самозванные власти Грузии, военную хунту, и не поддерживаете законное, демократически избранное правительство и президента? Почему вы не выявляете свою позицию, официально не заявляете о своем отношении, о тех событиях, которые произошли в Грузии? Володька Красюк. Он был красивый такой, но считался красивым. Тут ему уже лет 45. За что его расстреляли? Ну, было дело. На Тбилисской привокзальной площади нет прежде собиравшихся здесь знаменитых черных колготок, неистовых поклонниц Звиада. У Джаба о них особое мнение. Фактически у нас-то был женский вопрос. Это женский вопрос. Это феминизация, грузинская феминизация. Что-то я не пойму. Это надо изучить. Это очень психологически. Вот если у нас был бы сейчас там Фройд, или что-то, это было бы очень интересно. Это же ведь там, если это лебедо играет большую, там тут изрядную долю в этой политике комсахурдии. В основном это, значит, озабоченные сексуально. Вот даже одна из них, значит, призналась, зачем надо было автоматы, надо было что-нибудь другое. Но они очень страшные, я вам хочу сказать, на вид. Поэтому непривлекательные. А то, что можно было тоже использовать, в конце концов. Да. А 7 марта впервые за три последних года в Тбилиси прибыл самый знаменитый из здравствующих грузин Батону Эдуард Шеварнаци. Ну, он будет одним из руководителей грузинской жизни. И в какой-то, в какой-то период даже будет единственный ведущий. К усилии я отношусь, давно его знаю, так сейчас с особым чувством, уважение, это действительно мужество, несмелее человека. Большинство грузинского народа поддерживает нас. Но военная фунта также имеет сторонников из уголовного мира, главным образом, поскольку они всячески объединили вокруг себя преступный мир. А преступность в Грузии, как известно, это как социальное бедствие. Это очень серьезное явление. И вот они, так сказать, при поддержке вот этих преступных сил имеют определенный круг людей, который их поддерживает и который вооружает Закалкасский военный округ непосредственно. Что, между прочим, было признано офицером из этого округа по российскому телевидению 15 февраля сего года. Кто из себя представляет демократический президент Ельцин? Это мир и покой, хранящие их. А все это результат гениального коллективного разума, титанического труда, несгибаемой воли и непревзойденного организаторского таланта коммунистической партии, ее боевого штаба Центрального комитета и политбюро во главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым. И что из себя представляет демократическая Россия, которая с 1991 года провозгласила себя независимым демократическим государством? И что это за независимые журналисты, которые, как Леонид Парфенов, приезжают в кровоточащие Тбилиси и устраивают пиар-ставленникам Кремля Джабею Силиани и Эдуарду Шеварнадзе и объясняют, что просто грузины устали от пафоса Звиада Гомсахурдия. И вовсе это никакая не спецоперация Кремля по смене лидера Грузии. Безотносительный режим о власти при Звиаде. Сам Звиад был слишком патетичен и удручающе серьезен. Здесь этого долго терпеть не могут и, видимо, просто устали. Высокий класс пропаганды. Как тебе такое, Скобеева? Может быть, пора брать уроки у Леонида Парфенова? Может быть, пора пересмотреть отношения к доброму демократическому реформатору Ельцину? Две дивизии находятся в Северной оси. Дивизия, которую попросили вежливо с территории Белоруссии, перебазировалась в район Манас на территорию Дагестана и полк МВД ОМОН, который переместился из Волгограда на территорию Ауховского района Дагестана. Что этим предполагается? Пущен миф, якобы чеченцы собираются напасть и отторгнуть часть дагестанской территории. Это были частичные. Для этого привели туда полк ОМОН. А для воспрещения дальнейшего развития хода событий, военных действий, так мы их назовем условно, вот пришли на помощь воздушно-десантная дивизия из Витебска, откуда руководство правительства Белоруссии вежливо попросило, как агрессивно настроенные и используемые в предназначении войска. Так что мы обложены вокруг войсками с целью физического подавления нашей воли и воспрещения дальнейшего хода демократического развития нашей государственности. Южнее мы видим, что происходит. Идет война между Азербайджаном и Арменией. Событие в Грузии общеизвестно. Со всех сторон откладывается наше зернышко огоньками, кольцом пожаров, чтобы здесь никогда не было мира. Так я обращаюсь, пользуясь случаем, ко всем народам Кавказа. Найти в себе мудрость, силы и мужество объединить свои усилия и воспретить любое вмешательство России и других структур внутренних дел Кавказа. И обратиться к мировому сообществу, организации объединенных наций, чтобы они вмешались и восстановили порядок и законность Грузии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемой американке Диане о том, кого вы выкармливаете. Вы выкармливаете сейчас монстра, который съест вас. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на чтне. 250 тысяч войск вооружений, 5600 единиц только бронетехники на территории Рубрии. Неслыханное количество в истории против горских людей и против территории, по которой на карте ищут микроскоп, набросились, успокоив мировую общественность, сделав заявление из уст президента России, что силового решения не будет, будет только мирное решение. И когда под Новый год, под Новый год смешали песок, землю, небо, кровь и мясо человеческое смешали и сделали миссиво кровавое. И от этой политики не собирается отходить. Не собирается отходить. Вот что такое Россия. Если мир заявляет ответственно, всем миром не остановят эту чему или не сделают Россию правовой, по крайней мере, вашей демократии там никогда не будет и не было, хотя бы в правовом отношении не соблюдали нормы международного права, миру подлежит тяжелейшие потрясения. тяжкие потрясения. Музыка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. КОНЕЦ КОНЕЦ